Рада вас приветствовать на YouTube-канале в гостях у Фатины. Ну что, третья часть Мерлизонского балета. Деньги мне вернула хозяйка бывшая, Глоксинья, которую вчера я у нее нечаянно приобрела. Ну, снимала все это скрыто на телефон, потом она мне об этом сказала. Заставила написать расписку у меня, ну, естественно, я написала просто имя. Светлана, что получила от нее 1900 за Глоксинию. Ну, и за корючку поставила. То есть, когда я отказалась, что не буду писать расписку с фамилией, имя, отчеством, я говорю, зачем? Я говорю, я от вас никаких расписок не брала, вы от меня тоже не брали, что взяли от меня деньги. Она сказала, я вам деньги не отдам. Вы неадекватные, вы ничего не понимаете, это весь товар хороший, на меня никогда жалоб никаких не было. Ну, и, говорит, я снимаю видео. То есть, вы неадекватные, я тоже выложу в интернет, пусть знает, какая вы ненормальная. Ну, думаю, ладно, я-то и сама знаю, что я ненормальная, поэтому как бы она нового для меня ничего не сказала. Ну, чувство какое-то гадостное, деньги просто так на столике стояла в кафе, брызгалка эта, антисептик, я побрызгала на деньги и так это мизинцем столкнула их в сумку. А сто рублей было сложено. Ну, я не знаю, куда-нибудь пристрою их, эти деньги добра, они какие-то, не знаю, на душе мне гадко, как будто я в чем-то виновата. Вот так, то есть, вот такая вот я ненормальная. Ну, что делать, цветанутая она и есть, цветанутая. Вам всем хорошего настроения, скоро у меня клевер зацветет, надеюсь. Всем хорошего дня и позитива, радуйте жизни, радуйте своим цветочкам, радуйте солнышку. А это мелочь, шелуха, она даже не пристанет нам никому. С уважением к вам, Светлана Хатина. Еще она так тщательно проверяла весь свой товар. Мне было так смешно, что как будто я что-то могла оставить себе, не дай бог, или позариться на нее, на ее товар. Ну, в общем, какая-то нелепая ситуация. Всем хорошего дня.